Наверное, смотреть. Первая игра у нас на Ионсу. Запускаем просмотр. Всем, кто только подключился, я сообщаю, что чатик я читаю после игр. Просто нету времени всё делать одновременно. Но если появляются какие-то вопросы, я непременно отвечаю. Так, фиолетовый Терран Элистрага против такого розовенького-розовенького Протаса Олега. На Ионсу. Ну, лично меня в первую очередь, конечно, интересуют билды Террана. Ну и то, что делает Протас, интересует тоже. А Протас в данном случае играет стандартный вариант разведочки после пилона. Отправляется к Террану на мейн. Или Страга не парится на застройку. Ставит соплай как можно ближе. Это даёт ему возможность поменьше кататься ксмками. Чуть лучше использовать ресурсы. Он ещё и контролит ксм, отправляет их на ближайшие минералы, что тоже говорит о скиле. Добавляется барак. Не увидим мы никакого 14-го цц. Запил не должен Протаса принести успеха. Не должен, но может. Вы посмотрите. Почти допилил. Почти допилил. Тем временем гейт. Ну и смотрим газ. 15-й лимит. Должны быть 2 газа. Но там законтролилась, по-моему, немножечко, да? Законтролилась немножечко Пробочка Олег. Но нормально. Как бы теперь ему её не потерять. Он был близок, близок, близок к этому. Но нет, бежит. Бежит. Пробочку ни в коем случае нельзя Протасу терять. Пробочка должна где-то спрятаться, поставить свои пилончики. Если особенно Протас надеется на какой-то пуш. Тем временем Рипер ЦЦ у нас. Но нет, эта пробка, она очень настырна. Она более чем настырна. Что там у Протаса на базе? У Протаса на базе вот из-за настырной пробки. Продолбана постановка газов. Точнее, перевод рабов на газы. Но зато пробка покаталась хорошо. И в результате сразу по 3 раба на газилке поставлены. Потому что если ставить 2, потом плюс 1. Конечно, не получится. Вовремя собрать достаточное количество газа. 16-й пилончик стоит внизу. Как раз под какое-нибудь здание. Подальше от входа. Хотя можно было поставить его еще подальше. Но Риперу-то на самом деле это безразлично. Он все равно посмотрит, что там будет. И если это хороший Рипер, а это будет, скорее всего, хороший Рипер, то он, конечно, забежит 2 раза. Так, бущенный сталкер у нас. Внезапно. Так, ну и тут сейчас, если Рипер забежит за минеральную линию, он увидит 3 пилона. И... Можно будет сделать вывод о том, что никакой бесявой прокси нету. Но, по-моему... По-моему, по-моему, ему это пока увидеть не удалось. Ну и Nexus ставится. Gate Nexus перед нами. Придется пробежаться теперь, да. Придется пробежаться, поискать, а не поставлено ли что-нибудь где-нибудь. Ну и по этому поводу вот такие вот интересные шифты. В поисках прокси пилонов это важно, потому что... Какой-нибудь прокси Старгейт может испортить тирану настроение и очень-очень сильно. Сцеха заказана наверху. Тирана. Сразу сейчас заморфится наверху, наверное. Ну да, правильно, потому что пока она будет перелетать, она подкопит энергии какое-то количество. Если просто так ее в холостую таскать, она, конечно, будет менее экономически выгодна. Просто тем временем он добавляет Сентрика. Я думаю, что это разведывательный во многом Сентрик, помимо того, что это... Ну и какое там Т2 здание? Там Twilight Console. Там Twilight Console. И, наверное, он все-таки под Blink, нежели под... Что там? Ну да, Blink заказан, конечно. Ну, это общее место для процессов нашего времени. Для матчапа ТВП это Blink. Грамотная мина спрятана. Ну, мы все знаем, что мина не убивает КСМ-ок. Пробок она убивает, например, ваншотом, а КСМ-ок нет. Поэтому такая мина очень хорошо обороняется от какого-нибудь бесяого оракула. И в то же время сплэшем не убивает свои же КСМ-ки. Добавляются бараки, мы увидим Биогейм. И благополучно отправляется в полет Медивак. Тем временем... Тем временем, тем временем, тем временем уже должны... Добавляться гейты. Их почему-то мало. А нет, не мало, нормально. Все в порядке. И выходит, что ли... Собирается, по крайней мере, выйти Протас. Но вот тут ему сейчас придется вернуться. Я прям ясно вижу, как он возвращается обратно. Приличное количество сталкеров, но вернуться надо, потому что дроп залетает. Срываются, срываются рабочие. А дроп с минами, и не только с минами. Ой, погибнет, погибнет Медивак. Погиб Медивак, но... Главное, что продакшн сорван сейчас. И какое-то время на то, чтобы отсрочить блинг... У Терна появилась. Ну, тем временем, никто, естественно, от блинга не откажется. Очень интересно. Зелнаги разменяли. Игроки. Но пока я не вижу бункеров. Чем собирается, интересно, отбивать. Блин, каха, мародеры тут будут, скорее всего, в количестве. Ну и вот сбегают сталкеры. Залетает. Феникс поразведывать. Видит все, что нужно. Пилончик уже стоит. Мазершипкор медленно, но верно, подлетает. Что по армии у нас? Армия равная. И нету еще стимпака. Стимпак в заказе, но ему еще очень долго делается. И плюс один в заказе, но ему еще тоже долго делается. Блинг происходит. И сразу, сразу уничтожается именно та лаба, в которой делается стимпак. Потом уже вторая. С рабами вынуждена отбиваться. Элистрага отбивается успешно. Насколько это возможно сделать успешно. Все, все, уходит, 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 уходит. Первая волна. Процессуну будет обязательно вторая. Сейчас с другой стороны постучится. Там же бункера-то нету. Вот ведь какое дело. Бункера нету. Можно было постучаться. И вынужден, вынужден возвращать лабы. Отсрочен стимпак сейчас. Проблема в том, что всего три гейта. Было бы четыре, было бы веселее. Но гейтов всего три. Однако, однако, цц... Был же Сентрик, можно было закрыть их всех. Да, филдом, конечно. Конечно, и 30 секунд тут спокойно жить. Зафокусить, зафокусить. Ну, 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 нет, 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 нет. Большое количество рабов погибнет, нужно уходить. Сейчас рекольница отсюда. Есть чем рекольница-то? Чем рекольница есть. Восемь рабочих, семнадцать морпехов уничтожено. Неплохо. Неплохо сходил протас, но... По идее, этот пушт должен убивать, а он вот... Вот нет. Тем временем, заказаны грейды, заказаны ноги зелотом. Зелотов, правда, мало. Сапплай блок мы наблюдаем, и нужно ставить трейдью, конечно. Нужно добавлять гейты. Обязательно нужно добавлять гейты. Гейт добавлен, не раскрыт. И еще одна попыточка атаковать сейчас в Фэкторе. Потеряется. Ну, тут уже момент потерян. А вместе с моментом потеряно и... Мазершип Корр. И в Фэкторе не потерялось. То ли волнуется Олег, то ли что-то не так. Я не знаю, почему он стал играть с тремя гейтами Блинг, а не с четырьмя. Ну, четверть армии его было бы больше, и там были бы все шансы. Как-то очень неуверенно, на мой взгляд. Стимпак до сих пор не заказан. Да, до сих пор не заказан. Странно. Вот это странно, потому что ресурсов много. Стимпак не заказан. Заказан плюс один на оборону. На защиту. В пехоте. Очень интересно. Приличное количество зелотов, но нужно в штормы же выходить, наверное. Что мешает? Деньги есть. Деньги есть, газ есть. Ну, не зарешал твой пуш. Да, выходи в штормы, конечно. Конечно, как иначе. Тут выбора-то особо нету. Архивы Templar есть и штормы делаются. Да, в противном случае это будет провал. Вот этот размен явно не в пользу. Терана получается. Надо спасаться. Ну, от блинков и сталкеров не спастись. Нет, 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 нет. Вот так вот. Как говорит известный человек, называющий себя киноактером и бодибилдером. Вот так вот. Что по армии? Армия, кстати, равная. Да, армия равная. Второй раз в фекторе не улетит. Третью ставит Теран. Надо только положить её на место. Третью ставит Протос. Плюс один к атаке всего у Протоса. И 1-1 скоро будет сделан. Даже 1-2 скоро будет сделан у Терана. Где стимпак, боже мой? Или страга? Ты что? Почему нет стимпака? Почему нет щитов? Как же так? Непонятно. Всё есть, а деньги есть. Всё в порядке. Почему нету? Не могу ответить на этот вопрос. Тут тоже шарик. Так, 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 так. Сколько гейтов? Вот гейтов, по-моему... Гейтов всего 4. Да не может быть. 31 рабочий на... 31 рабочий на мейне. Что они делают? Реллипоинт. Почему не сдвинут? Непонятно. Как так? Как так, ребятки? С другой стороны, негде. На лонгмайн, наверное, их не хотели отправлять. Третья поставлена. Ладно, ну потом-то их переведут. Ведь правда переведут. Вот. Третья сейчас встала. Надо перевести. Пока нет. Делаются грейды. Четвёртая ставится. Четвёртая спалилась. Трипл дроп летит. С одной стороны. Развод с другой стороны. Ой-ой-ой-ой-ой. Я боюсь, что просто сейчас будет наказан этим разводом. Всего 4 гейта, как мало. Как же мало, ребятки. Да, развод будет царский. Потому что один медивак залетает в область поставлена четвёртая. Другой сразу на мейн. А основная масса на третью сейчас придёт. Ох ты ж ёжик. И гейты теряются. Новые гейты поставлены. Они раскрыться не успеют. Рекол на мейн. А тут третья сгорает сейчас. Сгорает третья. И спасаются, спасаются, спасаются. Медиваки отменят четвёртую. Отменят. Третью точно отменят. И снова на мейн прыгнут. Куда? Никогда не догадаешься, что будет дальше. Здесь происходит размен. Ой, шторм какой хороший. Но только один всего. Мало одного шторма здесь. Но однако же достаточно. И там ещё варп. А тем временем, тем временем на мейне происходит экшен. Гостятницы заказаны. Будут госты. Отключается, отключается гейт. Четвёртая спилится. Нет. Четвёртая принимает терн бой. Но пытается спилить, пытается спилить, спилить. Да есть же, успевает спилить. И спасает дроп с мейна. Ну надо же, а. Очень серьёзный урон. Сейчас был нанесён экономики протаса. Очень серьёзный. Допустим, рабочих много убито не было. Но вот очень важный третий Нексус был спилен. Ну, четвёртый не назовём прямо очень важным. Но тоже ведь спилился. И дроп-то ещё висит. Висит. Ждёт своего участия. Время четвёртую ставит Элистрага. Выравнивает игру. Ну, выравнивает игру Элистрага. Ну, протас тут сыграл не лучшим образом. Мне кажется, всё-таки гейтов не хватало. Штормов не хватало. Крайне не хватало. Выходит на третью планетарка, и она отчинивается. Отчинятся ли? С другой стороны забегают морпехи. Морпехи бьют в тыл. Штормов нету. Нету штормов. Ну куда-нибудь хотя бы спасти их. Четвёртая. Третья всё-таки погибла. Третья погибла, но и вся армия. Вся армия протаса сейчас погибнет здесь. Она убивала планетарку и не стала разменивать. С пехотой. В результате сейчас армии в два раза больше утеряно. Вот это поворот. Что по грейдам? 1-3. 1-3 против 1-2. Ну, точнее, 3-1 против 2-1. Всё-таки атака у нас ставится всегда на лидирующей позиции. Дропки временем запрыгивает. И снова нужно возвращаться. Ну, тут, конечно, этот дроп не так божественный, как предыдущие. Четвёртая спрятана. Ну, тут всё правильно. Запасная четвёртая. Чтобы стать третьей. Очень интересная игра. Такие качели. Вы посмотрите. Призма прилетает. Куда призма будет дропаться? Ой, призма потеряется! Прямо в пачку пехоты влетает призма. Шторм мимо. Сейчас были в очень опасном положении. Высшие темплары. Штормы летят. Но мародёрам они не так страшны, как обычной пехоте. И... Разваливается. Вы посмотрите. Разваливается прото с лучшими граидами. От тирана с худшими граидами. До сих пор же они были худшими. Да. До сих пор худшими. А тут ещё и дроп. А тут ещё и дроп на третью. Всё, успевает Элистрах. Я даже следить не успеваю, потому что я только смотрю. Естественно, не играю. Вы посмотрите. Вы посмотрите, что происходит. Третья спилена. Мейн кончился. Натурал кончается. Третьей нету. И это полное преимущество. Полное преимущество. Терана. Сейчас на карте мы наблюдаем. Боевой лимит больше в два раза. Добывают ресурсы лучше. Инкам лучше. На лонгмайне находятся пробочки. Просто больше некуда брать ресурсы. И не через муфли отправлены вот эти парни. Нет, но они всё-таки собираются в пачку. Плохая позиция. Плохая позиция для Протаса. Опять мимо Шторм. Прямо читает игру Элистрага. Шторм мимо. Успевает. И всё. И хайд имплары сейчас затеряются ещё. Нет, ну не все, не все, не все, не все, не все. Интересно, как иммортал попал в эту пачку. Ещё живой, смотрите-ка. Попадает. Но ненадолго, ненадолго, ненадолго. Даже не выводят мародёров из Шторма или Страга. Всё тут. Тут уже всё. Третьей нету. Гейтов там нету. Реагировать на это некому. Забежали шальные зелоты. Но тут, конечно, их судьба печальна. Их судьба печальна. Вот шикарная победа в макро сейчас. Вот шикарная победа в макро. Казалось бы, все не шатка, не валка, но... Несколько важных дропов. Выигранное сражение. Неловкие, неловкие Шторма. От Протоса. Ещё хорошо занятая позиция. Архонты не могут пройти. Они сбивают свой пилон. Вы посмотрите. Ну и тут масс-масс-масс-масс-масс-выход. Если можно... Армию 86 тел назвать масс-выходом, но... Этого достаточно, чтобы побеждать здесь. Должно быть достаточно. Должно быть достаточно. Хлебну чуть-чуть, с вашего позволения. Олег успевает что-то фидбэчить, но... Это, конечно... Это, конечно, не то. Это, конечно, не то. 1-0. Без GG. Олег выходит из первой игры. Ну, а я вхожу в чатик, и мы готовимся смотреть вторую игру. Вторая игра будет на прериях Белшира. В чатике тишина, а значит, мы можем смотреть дальше. Итак, прерий Белшира. Олег против Феллистрага. Странно. Я думал, для форумных зрителей это будет интересный матч. Но, видимо, я ошибся. Народ убавляется. Но ничего страшного. Олег желает удачи своему сопернику. Игра начинается. Есть чему у Элистрага поучиться, ребятушки. Те, кто будет смотреть этот стрим в записи, я непременно его нарежу. Эти два матча обязательно вывешу на своем ютубном канале. Посмотрите. Посмотрите, это того стоит. Особенно ребятам из драг металлических лик. Ну да, да, да. Ты откликаем Борейс. Конечно, конечно. Все верно. А мы-то и не знали. Краймей Риверс, как говорил в свое время ДМЦ. На плач вне реки. Ну что тут? Попыточка два барака поставить. Нет, нет, нет. Двух гейтов не будет. И фотонок не будет. Просто будет попыточка попилиться. Она не принесет никакого успеха. Добавляется гейт. Бегает ли страх за пробкой? Ну, никто не хочет увидеть пилон где-нибудь у себя. А теперь вот уже не бегает. Нет, снова бегает. Пробегает по зелнаге. Так, ну тут два газа. Пилончик опять-таки далеко. В этот раз это не будет Рипер ЦЦ внезапно. Это будет Марпех. Ну-ка, ну-ка. Пацаны говорили, что барак ЦЦ сейчас неиграбельно. А что же это будет тогда, если не барак ЦЦ? Это будет именно он. Всё, прибежал. Прибежал на разведочку. Дрончик. Посмотреть, как тут дела. Дела тут в порядке. Всё идёт как обычно. В первые минуты у Протаса ставится кибернет. Бусты кидаются. Бусты не копятся. Оп. Сконтролить, сконтролить её красивую. Давай-давай-давай-давай-давай. Марпех кроссовчик. И в честь барака ЦЦ ставится бункерок. Ну, тут ясно, что не будет 4 ВГП, поэтому бункерок пока один. Если будет подозрение на блинк, бункерок второй поставится куда-нибудь, наверное, наверх. Тут вообще блинковаться-то не очень. Тут не такая большая площадь, где можно заблинкнуться, поэтому... Поэтому вопрос. Что же будет... Что же будет делать Протас? Протас хотел задать вопрос, и получаю ответ. Протас будет делать Старгейт. Ну что ж, хорошо. Не нужно быть пророком, чтобы понимать, что в Старгейте будет, скорее всего, Оракул. Мазершип Корр залетел тут немножечко попугать пехоту. И залетел он не один, а со Сталкером и Зелотом. Логичное решение. Сталкеру и Зелоту не светят, скорее всего. А вот Мазершип Корр может тут... Может тут и отдастся случайно. Ух ты, 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 а тут пехота. Жесткая пехота. Ищет пробочка Прокси, а не будет Проксей. Но то, что Элистрага и хочется посмотреть, по какому длинному шифту она идет. Никаких случайностей Элистрага терпеть не собирается тем временем. Оракул делается. Вопрос только в том, первый Оракул полетит сразу или он соберется до какой-то критической массы. Но скорее всего... Ну это Оракул Экспанд, тот самый настоящий. Оракул делается, Экспанд ставится. То есть это не Чизок с Прокси Оракулом. Это просто такой сейфовый Оракул. И сейчас... Да, пробочка все увидела. Так, Элистрага все увидела. Как он будет готовиться к Оракулу? Ага, 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 ага. Что это такое? Это выход пехоты с КСМ-ками. Это выход пехоты с КСМ-ками. Это очень опасно, потому что сейчас вот этот Оракул будет здесь резать. И пятки резать будет сейчас он здесь. Пока эта пехота гуляет... Ой, ну польстился на две пробки, надо было дальше залетать. Что же ты так, а, дружище? Энергии столько потратил всего на две пробки и... Возвращается Элистрага. Отменят построение двух. Элистрага не вернулся. Одиннадцать. Одиннадцать пробок убито. Тринадцать, четырнадцать. Забегание. Элистрага прекрасно понимает, что армии-то там нету, потому что там всего-то ничего. Соперника кончилась. Энергия рассчитывает на мулов Элистрага. Двенадцать рабов-то осталось. И Нексус будет убит. Ух ты, и бункер наверху, креатив. Ну, бункер не зарешает. Тут фотон на верчаре, всё такое. Ну, Нексус надо спилить точно. Там второй оракул подлетает. Второму оракулу будет уже тяжелее убить всех, просто потому что тут... Сюрпризно стоит. Ну, вот эти два барака-то, они отменены? Прилетает. И всё равно кого-нибудь убьёт. Этот... Этот свеженький. Троих забрал, двоих забрал. Всё, возвращается Элистраг. Делал свой выход. Сделал. Норм. Достраивает бараки. Так, раз-два-три гейта. Три гейта Старгейт на данный момент у Протаса. Опять не делает Элистрага Грейды. Ну, сейчас не на что. Просто нужно на газы вернуть рабочих. Нужно построить, наверное, газы внизу. Не боится того, что оракулы вернутся. Всё-таки верит в свои туретки. Элистрага. Занимает Зелнагу своей армией. Сейчас попытается наверняка ещё раз сблить Нексус. Да, тут дотекание такое бежит. Прям бежит. Щиты делаются. Щиты побыстрее делаются, чем... А, стимпак-то уже есть. Всё нормально. Я пропустил момент, когда сделан стимпак. Стимпак есть. Тогда вообще всё хорошо. В прошлый раз его долго не было. Оракулы тем временем залетают. Но это такой... Не очень результативный залёт. Отжали они... Одну пристроечку. Как раз ту самую, которая делала щиты. Но это мало что поменяло. У меня тут жёсткий кайт под стимпаком. Не очень удачный. Не очень удачный. И армия протаса сейчас больше. Вот только в атаку он не спешит. Ну, они больше тут просто вот эти вот грелочки. Они занимают много лимитов. Добавляется Twilight Console. Я думаю, в Twilight Console в первую очередь будут сделаны... Ноги зелотом. Странно, что... Не делался грейд грелком. Это странно в самом деле. Плюс одиночку-то можно было прожать для них. Раз уж всё равно играешь в воздух. Ресурсы позволяли. Хотя, может быть и нет. Не знаю. Всё-таки сбритый Nexus. Это сбритый Nexus. А нужно тебе не только грейд делать, но ещё и армию добавлять. Поэтому, возможно, я заблуждаюсь. Да, и действительно делаются... Ноги зелотом. Т-а-клик прожимает или страга, потом кайт. Филды бесполезные. Филды бесполезные. Чуть-чуть, чуть-чуть отжал, но не более того. Ну и добавляются медивайки. Фэктор летит куда-нибудь, летит. Вот эти парни, к сожалению, потеряли часть своих рядов. Оракул залетает. Ну, проверит третью, это точно. Щиты всё-таки доделаются. Плюс один на атаку доделаются. Должен нормально сейчас терра на себя чувствовать. Ну, по крайней мере, не чувствует себя ущемлённым. Контроль карты какой-никакой есть. Смотрите, зелонаги под контролем. Третья под контролем. Ну, вот эта вот. Другая, третья не под контролем. Залетает Оракул. Улетает без богатой добычи. Будем честны. Вынуждены наступить. Ну что, две базы работают. Гейтов, наверное, надо опять же добавить. Вот это самое важное в игре за прос. Вовремя добавить гейтов. И вот сейчас их нету. Но, будем честны. А, нет, деньги есть, кстати. На эти деньги можно добавлять гейтов. И третий Нексус. Вот на что готовились деньги. Ух ты, и будут дарки, надо же ж. Ну, дарки, несколько странное решение. С одной стороны, потому что, ну, базы ты не покоцаешь дарками. С другой стороны, ведь рейвенов-то не будет. Ну, в ближайшее время. Так что дарки очень могут, очень даже могут зарешать. А вот Эльстрага уже готовит дропы. Дарки могут просто банально не успеть появиться, если... Если дарковня будет спалена. Дроп, прикол. Надо спасаться. Да, удается. Спастись удалось, а тут тем временем пилончик для подварпа. И второй дроп на третью. Убежать до нее далеко, и она, скорее всего, погибнет. И она погибла. А тут еще один пилончик. Ну, с пилонами все будет в порядке. Все, развод закончен, дроп улетел. Второй готовится появиться снова. Ну, дарковня-то не видел. Не видел Эльстрага дарковни. Вот в чем дело. Ну, сейчас увидит, сейчас увидит и все поймет. Рабочие, в первую очередь, убиваются. Да, 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 все правильно. Нужно разрушать экономику. И отключить. Да, вот тут что-нибудь отключить. И улететь. Отжал, что плохо лежало. Провел разведку. Ой, вот дроп сейчас погибнет под грелками. Это, конечно, печаль для дропа. Бе-бе-бе-бе-бе. Да, все в пропасть. Тем временем, выход на третью. Отказать выход на третью. Так, ну тут надо что-то антидарковое это думать, потому что... Потому что может выйти боком. Засиль от дарков. Неужели до сих пор такое малое количество гейтов? Ну-ка, дайте-ка посмотрим. Три гейта. Я, признаться, удивлен таким количеством гейтов. Мне кажется, это все-таки маловато. Мне кажется, это все-таки мало. Особенно, когда у тебя точно качают две нычки. Еще четыре гейта-то можно и воткнуть. Как мне подсказывает мысль. Ну, должны прокормиться, по крайней мере. Могут прокормиться. Так, очередной дроп. Очередная попытка отнять третью. Она не удастся, скорее всего. Но... Будет развод. Потеря мы видим, и армию равную тоже видим. В принципе, сейчас все порвано, за исключением того, что третья терра накачает, а третья протаса нет. И рейвен делается. Ну, логично. Логично. Встает еще радарная вышечка. Дарк тут стоит, он не даст поставить третью действие. У нас стоит с другой стороны, и там всем все равно. Делаются штормы. В предыдущей игре, опыт предыдущей игры показал, что со штормами может и не получиться. Если ими промахиваться. А промахи были такие. Очень ответственный момент, очень ответственные промахи получались. Это, конечно, минус. Не увенчалась успехом очередная попытка сблить третью. Протасы, если вы меня смотрите, поясните мне все-таки про ситуацию с гейтами. Я, может быть, чего-то не понимаю, я все-таки не протас. Но мне кажется, что их должно быть больше. Грейды 2-1, тем временем, у протаса. И всего 1-1 у Элистрага. 1-1, это право немного. При том банке, который есть, госты добавляются. Гостя от них сделаны. Ну, вообще Элистрага, конечно, неплохо тратить деньги. Видимо, Грейды это последнее, на что он сейчас хотел их потратить. Ай. Дарку не повезло. Очень вовремя. Очень вовремя прилетает Рейвен. И тут очередная попытка развести, но не такая удачная. Все равно будет продолжаться. До тех пор, пока на третью не выйдет вот этот стальной кулак. Он выходит, но встречается с основной армией протаса, скорее всего. Встреча этой протасу не сулит ничего хорошего. Даже под фотон на верчаржем. Даже под штормами. Даже под штормами. Террин выдерживает. ЕМП хорошо вошли, прямо скажем. Могли, конечно, войти лучше, но... Вошли так, как вошли. Не дожидается окончания фотона верчаржа. Элистрага атакует, разводит. На две кучки разделяет армию. Теряются грелки, ну надо же ж. Фантастическое что-то происходит. Не верят, наверняка просто своим глазам. Пытаются уничтожить Рейвена. Скорее всего, это грелки. Удастся... Нет! Нет. Турель делает свое дело, это же надо. Острый момент сейчас был. Я даже, кажется, крикнул. Мистер Гейт сейчас будет отключен. Отличная атака Терна. Отличную атаку Терна мы наблюдаем. Не спилен, правда, Нексус. Не спилен, и он качает. И в этом его плюс. Просто у меня создается такое впечатление, что дотекание Терна больше дотекания Протаса. Протаса огромный банк, ему не на что его тратить, потому что нечем тратить. Нету гейтов. Делай грейты тогда. Грейты делаются, да. Почему не делаются грейты на воздух? Это необъяснимо. У тебя столько денег, почему нет грейтов на воздух? Я не могу этого понять. Очередной выход. Несколько дарков его встречают, но тут Рейвен-то выжил. Оп-оп. Армия Протаса составляет 41 боевую единицу. Это копейки, по сравнению с тем, что сейчас к нему прибегает. Теряет Протас Нексус. Подписывает капитуляцию во второй игре. Ну а мы продолжаем. Смотрим третью. Напоминаю, что это форумный турнир, стеночка на стеночку. Мы смотрим игры двух мастер-лиговых игроков, Соответственно, Терана Элистрага против Протаса Олега. И у нас третий игрок. На полярной ночи. Я так понимаю, что Элистрага с Олегом в хороших отношениях, поэтому они позволяют себе подобные шутки и даже не ставят смайликов. Даже не ставят смайликов. Веселые парни. Приятно наблюдать за играми, когда люди находятся в хороших отношениях. Все же другу проиграть не так обидно, как злейшему врагу, какому-нибудь хейтеру. Человеку, который тебя не уважает. Ну, тем временем, за болтовнёй-болтовнёй пробочка приезжает на разведочку. Только что-то я не вижу никакого здания. Гейтолочек. Ну, то есть, без неожиданностей. И реперочек, скорее всего, будет от Элистрага. Ну, а что там? Газ. Газы всё-таки будут пятнадцатые, да? Нет! Один газ! Четыре ВГП нас ждёт? Ну-ка, 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 ну-ка. Поздноватый газ, по-моему, для четыре ВГП. Такой слишком поздний. Или просто газы будут один за другим поставлены. Ну, всё увидим сейчас. А будет не рипер, будет морпех вначале. Что тоже довольно неожиданно. Разведочка будет просто КСМ-кой. Гейт поставлен. Пробочки иногда переведены. Кибернет-чика поставлена. И разведка спалит сейчас. Что же здесь происходит? А что же здесь происходит, а? Что же здесь происходит? Ай-яй-яй, всего один газ. Как же так может быть? Неужели четыре ВГП в самом деле? Добавляется ещё гейт. Очень интересно. Вот сейчас... Сейчас мы увидим какой-нибудь пуш с сталкерами. Там три сталкер-пуш, что-нибудь такое. Что-нибудь с мазеркором. Там три сталкера и мазеркор прибегут. Вот это будет интересно. Тем временем Фэктори. Фэктори не ставится в цеху. С одной базы будет играть. После такой разведки. В принципе, более чем логичное решение. Тут ещё и бункер сюда поставят наверняка. Первый сталкер вышел. Второй подбущенный сталкер скоро выйдет. И третий сейчас будет сделан ещё. Нет? Нет? Да? Нет? А ну-ка, давай-ка. Первый пока бежит. Будет мина. Не знаю, можно и танк, по-моему, делать. Да, и бункер точно. Ну, место под бункер. Всё нормально. Бусты копятся, по-моему, не милосердно. Сейчас можно бустить, но этого не происходит. Странно это мне. Вот это мне странно. Ну, в принципе, просто сможет понять, что... Ну, не пробьёшь здесь сейчас никак. Не накажешь одна базового тирана таким вот такой ранней агрессией. Да, и ставится Нексус. Ну, логично, в принципе, всё. Не очень хорошо исполнен вот этот билдочек с тремя сталкерами. Ну, то есть, может быть, может быть, может быть, может быть, Олег пытался сделать что-то другое, и сделал это ему удалось. Но то, как обычно выполняется этот билд, всё-таки выглядит немножечко по-другому. Ну, если это три сталкер-пуш. Ну, копятся просто, копятся пусты. На что они копятся, я не понимаю. Ну, то есть, они могут копиться на блинк, но тогда нету Twilight Console. Они могут копиться ещё, но этого ещё нету. И опять будут похожи... Ну что, неужели стрелок гейтов... Стрелок гейтов, варп, ну, это нонсенс, это глупо. А зачем так? Тут ещё мина в кого-то разрядилась. Нетрудно догадаться, в кого. Вот этот билон сбоку, он зачем? А, под Старгейт ещё один, наверное. Ну, вот один Старгейт делается. Туда уже дроп летит. Поинтересоваться, как тут дела. И дроп-то этот с чем с миной, ага. Ну, дроп, прям, скажем, не лучше. Прям под Мазеркор, но вот... Заролял. Заролял изо всех сил, и сталкерам приходится возвращаться. Здравствуйте, товарищи, как бы намекает нам. Теран. Всё. Опасность миновала, решает. Или Старгс снимает бункер. Ну, это цех улиц ставить, понятное дело. Другое дело, что сейчас можно как-то и пропушить. Армия-то... Терана покрепче. Да ещё и медивак. То есть она не то, чтобы покрепче, она просто... Просто наиболее живучая. Ага, там ещё парка СМ, и к собой взяться. Ну, тут пилончик, конечно. Внезапно оказался перед глазами, надо убрать. Логично, убрался. Тригейт Астаргейт. Вот так вот было сыграно. Мина до сих пор стоит. Её никто не спиливает. Спилить её невозможно на данный момент. И она будет разряжаться во всём, что можно разряжаться. Пробочка нервно курит. Она думает, что она следующая, бедняжка. Погибнет. Очередной пилон говорит о Ривидерче. О Ривидерче. Сталкеры очень неудачно разделились. Последнее, что они написали. Давайте разделимся. Разделились, и двое из них погибли. Жаль. Зрелище довольно печальное. Тем временем, Элистрага на натурале. Ну, тут успеха, скорее всего, не будет. Хотя мина... Мина, предательская мина, взорвалась вообще не туда. Да, и тут действительно успеха не будет. За исключением того, что вот, ха-ха. Две мина-то остались. А ну-ка, разминируй-ка. Попробуй-ка. Мейн не качает. Мина на мейне бабахает, бабахает и бабахает. Ну, сейчас её найдут. Да. Да. Да, здравствует вид. Движн душистый. А вот сейчас прото спустится. И как получит ещё от мины. Бабам! Вот внезапный привет, да? Вроде бы сделал юнитов, а вроде как хлоп и... И нетути. И ещё раз. Ей, и убежит, смотри-ка. Убежала. Перекопалась. Очередной... Очередной выход террано. Тут опять успех. Очень спорен. Оракул очень неудачно. Показал себя. И передроп. Передроп параллельно с атакой в лоб. Всё нормально. Развод классический. Рэбы погибают. Пять или шесть штук я насчитал. Не будет этот дроп спасать. Элистрага просто разменяет его до конца, потому что с другой стороны тоже забегает дроп. И убьёт, по-моему, сейчас здесь вообще всё. Ну, очень много пробок погибает. Экономика разрушена у процесса. И этот дроп постарается он спасти. Бежать за ним нет смысла, потому что там... Мина! По краю прошёл сейчас Мазершип Корр. Просто по краю. По краю. А тут на Зелунаге парня встречали. Неожиданная неприятность. Вот что делает парень, а? Вот что делает? Просто сюрприз за сюрпризом для протаса. Он не успевает благодарить. Придётся, конечно, да, отбиваться сейчас. Отбиваться с рабами. Но и к этому Элистраг готов. Он сразу выводит рабов. Всё, Олег терпит поражение. И... Очередную победу мы отмечаем. Готовимся смотреть, кажется, крайнюю игру противостояния. Но от этого не худшую. Давайте-ка посмотрим. Давайте-ка посмотрим. Давайте-ка посмотрим. Белшир. Ну, Элистрага сверху. Олег снизу. Неужели не отожмёт ни одной карты, а? Обидно. Обидно. Но, мне кажется, эти игры должны в какой-то мере вдохновить тиран, который... Особенно тиран из разного рода... Драгметаллических лиг. По поводу того, что протаса вполне можно убивать. Вот. Как, спросите, вот вам показали способ. Научитесь делать так же, и будете в мастер-лиге. Если протасы ваша единственная проблема. Разведка приехала. Гейт поставлен. В этот раз игра проходит без весёлых шуток. А жаль. Ну, конечно, если Олег сколько-нибудь серьёзно относился к этому матчу, а я думаю, что он относился к нему достаточно серьёзно, всё-таки он должен быть в какой-то мере деморализован такими поражениями. Но предысторию я не знаю, просто с ней не знакомили. Ребята играли в рамках сетки турнира. Собственно, мы видим то, что мы видим. Ирнеточка вдали. Бустится зелок бущенный. Надо же, надо же, надо же, надо же. Интересно, бущенный зелок. Это вот тоже вариант. Бущенный зелок здесь может нарезать, если успеет добежать. Если за ним ещё сталкер выбежит. Побежал бущенный зелок. Пропустила его пробка, не увидела его или страга. Но судя по тому, что ничего в гейте не происходит, он может сделать вывод о том, что там произошло. Что-то оттуда вырвалось. Судя по тому, что его рабочего не убивают. Вот только сейчас там сталкер заказывается. Листрага может понять, что там бущенный зелок бежит. Ну и вот он прибегает. Вот он прибегает. И вот там нас бункер встречает прохладой. Всё, он не добежал. Ай-яй. Листраг, как протас, прячет КСМочку, чтобы ещё раз забежать с разведкой. При случае. Будет такое представиться. Озелок пробежал мимо бункера, убил КСМку тем временем. И не дал ей построить цеху. Ещё, наверное, одну успеет убить. Успеет? Успеет? Успеет. В общем, не зря погиб. Две КСМки отжал, разменялся. Но цеха всё равно встанет. Сталкер тут добегает. Вот сталкеру-то лучше как-то уже это... Наверное, поосторожнейшить. Заезжает разведка от Эрестрага. Посмотреть, как тут дела. Тут дела нормально, тут второй гейт ставится. Разведывательная миссия этой КСМки окончена. Сталкеру не повезло. Бункер не оббежать. Пехота вышла. Настучала по щитам. И второй бункер на всякий случай ставится. Тоже очень грамотно не в линеечку, а уступом, чтобы даже если первый отлетит, второй ещё какое-то время стрелял. Гейты раскрываются. Гейты раскрываются. Их, кажется, всего два. Их действительно всего два. Вылетает Мазершипкор. Он один. Третий гейт. Ну и какой там... Ага, 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 ага. Старгейт-то прокси есть у нас, да? Вот ведь... Эта розовая бестия спряталась от меня. Ну надо же ж. Так, ну и будет попытка ворваться. Будет попытка ворваться. Тут приличное количество сталкеров, которые ворваться готовы. И тут не оракл. Тут очень даже... Очень даже вайдрей. Очень даже грелочка. Эхроноват спалилась. Красотка. Сожжет, не сожжет. Вот вопрос в чем. Отводят, отводят сталкеров. Не сожжет. Устоял бункер. Устоял бункер, а значит пуш проваливается. Ну просто теперь терн знает, что к нему придет. Примерно может представлять состав армии. Ага, ну вот. Ставится поближе. Вайдрейчик перелетает. Но это не принесет ему успеха. Бункер все равно достроится. КСМки на починку стоят. Все нормально. Еще один вайдрей вылетает. Так, тут уже будет интересней. Тут уже будет веселее. Старпорт-то только утерно заказан. Так что придется пока с вайдреями пехотой воевать. Это несколько сложнее, чем викингами. Сейчас будет еще один варп. Ну что, и готовится, готовится в атаку. Олег, тут второй бункер был отменен. Потом вернулся. Ну нужно зелота вперед пускать в таких случаях. И это все равно не принесло бы успеха, потому что, ну, мало армии. Чтобы сбрить эти гейты, тут их нужно ваншотить, чтобы они были уничтожены. Дом. Ракул тем временем развлекает разводом. За ним бежит пехота. И что, отказывается? Отказывается от пуша протас, надо же. Ну это несколько противоречит высказыванию. Начинаешь играть билд, играя его до конца. С другой стороны, ну а что тут еще сделаешь? Рискованно было наламываться. Просто очень много пехот, они уже со стимпаком там в щепки бы разобрали эту пачку народу. Так, попортили немножечко экономику товарищу. Их хорошо, застояли постоять, побояться тоже неплохо, в принципе. Что по армии? Армия равная. По рабочим он протаса больше. Ну это как раз компенсируется мулами. И выход терна, прилично такой выход для 11 минуты. Через третью пойдет заходить, скорее всего. То есть вот тут вот налево может быть свернет. А может и не свернет. Сейчас посвятят фэктори. Опять дарков делает. Протас, нет, не пойдет. Не пойдет, не пойдет, не пойдет, не пойдет, не пойдет. Не пошел. Смотрите, пошел атаковать в лоб. Ну в лоб не убить, по крайней мере сейчас, потому что фотон оверчардж, там равная армия. Там упроц с преимуществом и без щитов. Ну просто сейчас будут ноги сделанные, и будет еще сложнее жить. Ну и дарки будут, да. Про дарков, про дарков или страга ничего, естественно, не знают. Прокси, кстати, тоже не спилена, что, наверное, не очень хорошо. Но зато полетел дроп разводить. Это как раз нормально. Это всегда отрадно видеть. Вот такие интересные вещи, когда... Не тупо две армии сшибаются в лоб, а когда идет позиционная борьба. Особенно, когда соперник умеет на разводы отвечать, когда он не гоняется всей армией за каждым дропом, а когда он разделяет свою армию в ответ и пытается ответить. Но вот сейчас очень, 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 очень далеко. Основная армия протаса. Дарки появились крайне вовремя. Потому что, если бы они не появились, тут бы, конечно, было нарезано очень много народу. Тем временем, попытка атаковать в лоб не увенчалась успехом, но вот то, о чем я говорю, успевает, успевает реагировать. Но тут, конечно, повезло немножечко. Процесс-армия просто смещалась в центр и... Ну, то есть она смещалась на правый край и сместилась как раз в центр. Тем временем тут Дарков все-таки добежал, насколько я понимаю. Да, добежал, добежал, добежал. Что-то спилил, но немного и попал под засвет и умер. Глупая смерть. Тут уже Дарков ждут, тут уже Турельчик стоит, выполняет роль детектора. Ну, меня удивляет, что никто сюда не сбегал до сих пор, не проверил. Пракси, ну, может быть, по каким-то причинам не верят или страга. По армии его пока меньше. А, нет, армия равная, по рабочим, значит, меньше. Все-таки по рабочим. И пуш со всеми КСМами. Ну, не со всеми, но со всем натуралом-то точно. Да нет, со всеми, вы посмотрите, это все КСМ едут практически. Практически все КСМ отправляются в атаку. Ага. Ну, Дарчишка, давай, ну режешь! Не хочет. Ну что ж ты так, а, братан? Как ты так, а? Аллы на Теллистрага мы наблюдаем. Ой, Фотон Оверчарж продолбался, не будет его. Филдов мало. Завершение матча перед нами. Жаль, что так все закончилось, но... Вот... То, чего вы хотели увидеть, но боялись попросить, я вам, пожалуй, что показал. Ну что, финальный заход в чатик, и, наверное, я на сегодня заканчиваю, если у вас больше нет никаких вопросов. Ой, 17 человек нам зашло посмотреть, а у нас все закончилось, к сожалению. А у нас уже все закончилось. Ну, в любом случае, подписывайтесь на канал на Твиче, завтра я буду здесь же, завтра я буду смотреть другие репки, турнир идет очень динамично. Игр играется очень много, все, я посмотреть, к сожалению, не успеваю, буду стараться освещать как можно больше. Самые интересные игры точно. Все игры будут вывешиваться на каналчике на Ютубе. Ну, а пока... Всем пока, спасибо, что были со мной, до свидания, с вами был Ревун, до новых встреч.